В год столетия республики мы рассказываем о наших земляках, которыми гордимся. Знаете ли вы, что за реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве отвечает Владимир Канев, который родился в коме-селе и не забыл свой язык. Наша съемочная группа встретилась с Владимиром Каневым на территории монастыря и посмотрела, как преображается обитель. Мы находимся на территории Новодевичьего монастыря. Сейчас здесь продолжаются грандиозные реставрационные работы. В 2024 году мы будем отмечать 500-летие обители. А вот за реконструкцию, за эти самые грандиозные работы отвечает наш земляк, уроженец села Усть-Уса Владимир Канев. Владимир Кузьмич, здравствуйте. Добрый день. Вот реконструкция и реставрация идут 7 лет, а вы здесь 5 лет. Что удалось сделать? За 5 лет мы смогли выполнить самые сложные или грязные работы. Это поменяли все инженерные сети. То есть у нас сейчас все тепло, горячая вода, холодная вода, электричество, канализация, все сделано, все новое. Сейчас идет по-моему, реставрация зданий. Во время реставрации была сделана историческая находка, о которой, возможно, будет написана не одна диссертация. В Смоленском соборе обнаружили фрески 1580 года, закрытые кирпичной стеной. Все цвета сохранились. Под эти цвета мы теперь и делаем художественную реставрацию. Немного о нашем собеседнике. Владимир Канев окончил Пермское высшее командно-инженерное училище и Академию Дзержинского. 32 года отдал армии, завершив службу полковником Генерального штаба Вооруженных сил. После 14 лет отработал в контрольном управлении президента. В 65 вышел на пенсию, но, говорит, устал от безделья. И тут настоятельница Новодевичьего монастыря пригласила его помочь с реставрацией обители. Владимир Кузьмич, все-таки сколько храмов уже отреставрировано? На территории монастыря находится всего 13 храмов. В окончательном виде ни одного готового храма еще нет. Потому что у нас еще предстоит реставрация 3 года. Сейчас здесь живут 30 монахинь. Они размещены в певческих и больничных палатах. И, конечно, Владимир Кузьмич часто общается с сестрами. А что вы с ними обсуждаете? Ведь в монастыре без разрешения Министерства культуры нельзя забить ни одного гвоздя даже. То есть, если им что-то нужно сделать, даже какую-то полочку передвинуть или перевесить, то обращаются. Стоит добавить, что архитектурный ансамбль обители включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Реставрация идет на деньги федерального бюджета. Чтобы россияне не только ездили во Францию смотреть, как там красиво, что и у нас тоже есть красиво. Ведь в Москве это единственный монастырь, где сохранились все здания. В первозданном виде. Мы подходим к красавице колокольни. Владимир Кузьмич, а вы поднимались на колокольню? Ну а как же? Там же колокола. И колокола находятся под рязаным деревянным брускам. Брусья, они тоже уже имеют свой возраст. Некоторые пришли в некодность. Пришлось менять часть брусьев, пришлось протезировать их, может быть. Конечно, высокие гости бывают здесь часто. Владимир Канев показывает им, как идет реставрация. Президент Российской Федерации, наверное, раза четыре был. Министр культуры в прошлом году только два раза посетил. Был в прошлом году мэр Москвы, губернатор Московской области. На малой родине в Усть-Усе Владимир Кузьмич не был давно. Собирается приехать в республику со своими дочерями. Какой язык помните? Конечно, помню. Но говорить, чтобы поговорить, нужно перейти. Несколько дней, то есть, как всегда, переходишь в язык, на язык несколько дней, не молчишь. Не молчишь, а спотыкаешься, как... Но есть в Москве с кем поговорить? Ну, есть у меня приятели. То есть, из села Усть-Усы, у нас тут три полковника и один майор. Владимир Кузьмич, спасибо вам за интервью. Пусть все сложится, реконструкция завершится к 2024 году. Я надеюсь, что в 2024 году мы закончим, и мы вас ждем в гости уже в завершенном монастыре. Кроме этого, мы же сейчас все снимаем, фильмы, картины, фотографии еще собираем. Все можем показать будет. Но это в 2024 году. Спасибо.